вечер добрый я вас всех приветствую на своем канале вернее не только на своем канале но и на канале моего соведущего сегодняшнего стрима николая шлаевского я чуть попозже его вам еще раз представлю и позову сюда а сейчас такая небольшая водная часть это образовательный канал образовательный научный канал и сегодня стрим у нас будет чистейшей воды образования и этот стрим связан с такой странной вещью когда все-таки в россии юрий у юристов требуется повышать квалификацию по-настоящему это бывает только один раз вот все все разные вот эти всякие знаете там адвокатов обязывают повышать квалификацию там судей и в других госслужащих это все какая-то ерундовина и ну как ерундовина важная штука но никакого такого прикладного значения не имеет а вот есть один случай когда человек уже после вуза юрист вынужден вообще еще раз учиться и так знаете по серьезному учиться не просто так это когда он получает желание перейти в какую-то новую корпорацию или присоединиться какой-то новой юридической корпорации и когда он это делает то мне там есть такие барьеры то есть барьеры есть барьеры возрастные есть барьеры языковые есть барьер это море всяких барьеров но вот один из них и как бы самый страшный это экзамены то есть чтобы стать адвокатом прокурора не знаю но вот судь судьей вот сто процентов нужен нужен экзамен и люди начинают судорожно искать вообще как как к этому готовится и бывает две категории людей которые вот очень озадачены таким важным вопросом первая категория это практики это те которые давно уже работают в какой-то юридической сфере работы работают и вдруг им захотелось стать судьей например и вот у них уже давно вот эти знания университетские давно уже слава богу они их забыли уже и и работают прекрасно но тут они опять нужны потому что вопросах на в экзаменах всегда есть теоретической части в основном она то и есть это вот первая категория они начинают открывать эти учебники десятки лет не открывали тут открывают и и готовятся это вот первая категория но вторая категория и достаточно студенты которые вот завершили недавно вуз но все равно там обычно требуется практика ну может практику какую-то пошли прошли и вот им надо сдать экзамен но тут экзамен уже не совсем теоретически как в вузе тут уже практики там сидят ну что в комиссия как правило она такая сборка это сидят представители корпорации практики и несколько теоретиков но вопросы в большей части теоретические и вот именно для этих людей для тех которые вознамерились получить новый статус и наш проект с николаем шлаевским проект называется так готовимся в судьи вместе когда мы разрабатывали его я у николая спросил вы кем хотите стать ну как кого посмотрим какого будем смотреть он говорит давайте судей все судей общей юрисдикции я подумал что это очень актуально потому что сейчас есть такое подозрение что будет очень очень много вакансий очень много вакансий судей потому что то что делают сейчас судей конечно люстрации не избежать будет очень большие чистки в судейских кругах скорее всего секретарей судебных заседаний которые обычно и становятся то судьями там помощники не пройдут поэтому люстрационному признаку потому что мы видим и административные дела явно политического характера мы видим уголовные дела и очень много есть подозрения ну даже если это не случится быстро случится через несколько месяцев все равно готовится надо к экзаменам и вот мы сегодня начинаем этот проект проект я посмотрел этот список и этот список не ужаснул но там что хорошо там есть разделение на блоки и вот есть блок тгп теории государства и права самый сложный блок и вот мы шесть занятий планируем на на 6 занятий посвятим именно вот этому вопросу теории государства и права первым вопросам там 23 первым 23 вопроса на получение статуса суде это на сайте верховного суда этот список в под этим видео есть ссылка можете пройти ознакомиться чтобы скоррелироваться правда ли мы по этим вопросам будем вот такое у меня введение и я готов вам готов готов и сделаю представить вам николая николай вечер добрый здравствуйте роман здравствуйте зрители наших каналов нынешнее будущее я уже был опыт сдачи экзамена на судью это было 2013 году при этом как и тогда я сейчас нахожусь в отпуске потому что не формальный вид на суде сейчас не очень похож если мы будем по средам проводить вы увидите как у меня простая борода я здесь на три недели засел в отпуске и в прошлый раз у меня какая была коллизия или казус мы поехали отдыхать на остров я пока ждал самолета себе закладки поставил в браузере ответы на вопросы дубной приеду почитаю когда мы прилетели на остров по-моему это был кипр или крит точно не помню там произошел какой-то шторм интернет был поврежден в итоге а три недели взамен не учил когда приехала я в первый же день сверх температуры атмосфер пошла а еще через день я понял что можно в принципе на экзамен и взять с собой некомментированные законы и кодекс то есть то что в печатном видео есть но дома у меня ничего актуального не было я позвонил знакомому юристу он не сказал до чего я уже давно тоже ничего не покупаю и таким образом я пришел только с одним мобильным телефоном и с паспортом на экзамен мне телефон забрали паспорт забрали я сидел просто с листочком бумаги девочки которые вместе со мной но девушки женщины пришли сдавать экзамены у них были с собой рюкзаки сумки они принесли обложились так вот крепко некомментированными законами и кодексами но они мало чем были полезны потому что они сдавали экзамен на должность судей судов общей юрисдикции на мировых судей на городских районных судей я собирался стать арбитражным судей написав ответы там было два по моему вопроса было две задачи и нужно было еще выполнить задание практическое например мне досталось нужно было написать определение об организации видеоконференц связи между двумя арбитражными судами двух разных регионов я сдала забегая вперед от экзамена девчонки меня в коридоре пожюрили что я слишком наглый пришел без учебников без всего атака просто чистым листом и начал писать судьей не стал экзамен на судьи он действует определенное количество времени то ли три то ли пять лет ночи сейчас есть планы все равно сдать экзамен на судьбу прям будем живьем сейчас добиваться такого результата и может быть по окончанию нашего стрима мы проверим насколько было эффективно обучение у романа мимниченко я буду таким подобным я буду очень привлежно стараться и естественно первый стрим наш но уже целый год с романом ничего совместно не предпринимали может быть будут какие-то такие трудности я не стесняюсь в конце концов мы достаточно серьезным делом занимаемся и все кто посмотрит это видео действительно смогут стать судьей последний раз когда люди требуясь в очень большом количестве это было тот период когда крым присоединили к россии или там нужно было как раз верховенство право устраивать правое государство и соответственно на разделение властей подразумевало организацию в том числе и судебной власти получается что те суди которые знали хорошо украинское законодательство судебную практику применения этого законодательства на украине они стали не востребованы потому что потребовалась именно судебная практика которая применяется в россии и было открыто очень много должностей вакантных что сейчас как бы может тоже в ближайшее время произойти это очень актуально кроме того вакансии на суде также открывается по всей россии и вот роман сказал про верховный суд есть еще отдельный сайт высшие коллекционные коллеги и судей там соответственно размещены вопросы для подготовки сдачи коллекционного экзамена на должность судей суда общей юрисдикции для военных судов или арбитражных судов мы именно будем первом сезоне нашего стрима различных сериях на суде общей юрисдикции вопросы рассматривать они во многом пересекаются с другими судами но есть и отличия например в арбитражных судах там ничего не говорится об отрасли уголовного права уголовно исполнительного уголовно профессионального права поскольку там это не надо а вот судьи судов общей юрисдикции такие универсальные судьи они должны все знать и соответственно принимать закон не обоснованное справедливое решение и если переходить можно до переходить к вопросам ну давайте сейчас тогда немножко сделаю отбивку значит николай ну единственно что конечно со звуком у нас большие проблемы я боюсь мы можем тогда ну я может быть переключусь на звук компьютера давайте попробуем потому что если такой звук будет то надо будет тогда подождать пока вы завершите отдых свой вот тогда мы сегодня просто сделаем такую водную часть немножко потренируемся я вам покажу как сделать роман слышно меня сейчас до слышно лучше но шумы какие-то ну еще расскажите что нить раз два три 4 5 ну чуть 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 нет нет там вот вокруг шумное пространство аудитории и бьет пушам ну давайте попробуем ну начнем как раз получим обратную связь людям интересно или нет и мы всегда эти но можем продолжить чуть чуть позже и так да сейчас мы можем уже переходить вот эти вопросы значит я их вам представлю сейчас чуть-чуть я поправлю всех вот это вопросы для подготовки и сдачи коллекционного экзамена на должность суде судов общей юрисдикции и у нас будет сегодня из двух частей построена наша встреча значит первая часть это такая информационная часть мы возьмем всего лишь первые два вопроса первые два вопроса и их рассмотрим более-менее подробно а вот вторая часть будет более мне кажется интересная я дам вам технологию технологию подготовки к любым испытаниям к любым ну юридическим имеется виду я думаю что но я не претендую на все но вот юридическим точно хоть как судьи хоть к адвокатам хоть на экзамен в вузе я дам технологию вот она у нее шесть этапов шесть элементов этой технологии и если вы ее у ловите то вы можете легко подготовиться к любому экзамену понимая что происходит не просто тупо зазубривая а понимая и правда становясь тем кем вы хотите стать и вот перед тем как мы первые к первому вопросу подойдем пожалуйста николай что-то хотели сказать давайте тогда первый вопрос у нас информационный то есть у нас два вопроса и первый вопрос информат ну вот просто два вопроса сейчас рассмотрим всего лишь два потому что они вместе идут ну давайте вы как бы обучающийся да что вы можете что вы можете сказать по этому вопросу я буду не читать а тациях как студент все таки да конечно верховенство права подразумевает что у нас несмотря на то что принимаются суровые законы как говорили премии риме но они закон дуралек сабликс это говорит о том что этому правилу должны следовать все включая обычных граждан таких как мы с романом величенко включая госслужащих включая всех и в данном случае эта теория которая пошла к нам древних римлянин та которая соответственно древних греков и других философов там сократа платона аристотеля она также средние века получила свое развитие джон блок и некоторые другие деятели и современном мире есть даже государства построены по такому принципу хотелось бы верить что они такие государства существуют и действительно есть государство где соблюдается они просто провозглашаются права то есть все права которые и неотъемлемы у каждого человека имеются государство может задекларировать например в конституции что соблюдаются все права но очень важно чтобы еще помимо эти декларации эти права соблюдались чтобы не было как в советском союзе что в конституции все красиво было написано самом деле своими правами граждане пользовались либо в ограниченном режиме либо соответственно не могли пользоваться одним из таких проявлений верховенства права является статья 9 гражданского кодекса в которой говорится о том что каждый распоряжается своими правами по своему усмотрению и для юридических лиц и для граждан в общем для всех распространяется то есть можно своим правами пользоваться можно не пользоваться но и в любом случае противовес вот этим правам будет также соответственно наказание если чита права нарушается то государстве гарантирует привлечение к ответственности за нарушение прав это тоже все идеальная такая модель не всегда так работает также рассчитан на то что все законы которые принимаются они максимально будет отвечать признакам справедливости чтобы соответственно общество принимала такие законы и добровольно хотела исполнять каждый видом в обществе такие законы считая что такие законы справедливы также подразумевается разделение властей на законодательную та которая принимает законным частности в российской федерации это федеральное собрание которое состоит из нижней палаты называется государственная дума где у нас заседает несколько сот депутатов также совет федерации где сидят у нас сенаторы и и те законы которые они принимают подписывает президент либо он имеет право бета наложить если закон все-таки принят то после этого исполнительная власть лице правительства российской федерации реализует на территории российской федерации принятый закон а также есть судебная власть которая в случае необходимости привлекает например гражданская ответственность уголовная ответственность за не выполнение закона спасибо просто ну если бы это на экзамене я бы не стал вас останавливать потому что там я страдалец то есть преподаватель который сидит на экзамене должен все выслушать я бы страдал и дальше но в данном в данном случае у нас стрим и я могу но остановить и у меня я так предлагаю нашу работу построить то есть у меня есть плюсы и минусы вашего ответа я их проговорю и потом скажу как 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 с моей точки зрения стоило бы ответить на этот вопрос начать с минусов или с плюс у меня по два того и до едва того минусов минусов значит минус это лишнее во второй части когда вам уже нечего было говорить вы пошли на разделение властей на на думу на государство но это не имеет никакого отношения к данному вопросу то есть это явно откровенно было просто в сторону и это если кто вас выслушал это подбешивала бы членов комиссии потому что это уже не по делу и второй минус он следующий вы не ответили на вопрос то есть тут есть смысл вопроса ну автор заглажил этот смысл я сейчас его вам раскрою чуть позже вы его не рассмотрели этот смысл его не но не было вы до дали определение и правого государства и обрисовали так очертили что такое верховенство права но смысл вопроса цимис вопроса если говорить на иврите цимис ускользнул от вас и два положительных положительных элемента первые это наличие латинских высказываний это я еще еще раз черно раз убеждаюсь что это всегда плюс то есть но один достаточно 1 1 сказали да дурал экс дурал экзит лекс вот дурал экзит лекс вы сказали это было хорошо то есть это было и в тему ну для для судьи я думаю в тему потому что там конечно более точная пословица была бы следующая фиат юстиции от parent mondos но и дурал экзит лекс тоже подать вообще дурал экзит лекс всем кстати вы учите хорошее высказание вообще везде пойдет то есть любом ответе вот что там пробелы в праве дурал экзит лекс коллизии в российском праве и понятие виды дурал экзит лекс дурал экзи запоминается хорошо и всегда пойдет и большинство людей знаю но юристов знает эту эту фразу то есть это латинские высказываниях а это было хорошо и второе что хорошо и почему вот я на вас надеюсь на этом на этом проекте вы практик и у практиков есть отличная черта они помнят номера статей ну или не помнят но помнят хотя бы где-то там примерно то есть ссылаются на источник права а так как в комиссии большинство практиков они это оценят как прям очень хорошо то есть видно что человек в курсах то есть а судья по ему надо будет потом не структуру правовой нормы исследовать решение писать и кто фу это бы этого это очень важно вот так такой такая моя обратная связь на на ваш на вашу ваш ответ и у меня вот такая такая в любом вопросе есть такая изюминка его на то есть там какая то но когда автор писал он это умышленно или неумышленно дел но он закладывал там какую-то загадку которую надо отгадать если ее отгадать то вопрос раскрывается загадка здесь следующим образом верховенство права и правовое государство это ну вытекающие одно из другого здесь есть правовое государство а его признак правового гус один из признаков правового государства это верховенство права то есть начинать надо ответ с правого государства перечислить его признаки и один одним из признаков будет верховенство права а его уже потом раскрывать более подробно вот я бы вот так пошел по этому вопросу ответ на этот вопрос вот такое такая техническая часть ну давайте 2 попробуем только так смотрите только надо учитывать замечания значит первое краткость elevator speech не надо много потому что ну они не дураки в люди не дураки которые слушают они понимают когда по делу когда не по делу латинская оставляем статьи оставляем пытаемся понять смысл вопроса и пожалуйста правовое государство общая характеристика основные элементы данном случае речь идет в организации государства его политической структуры и власти так чтобы соблюдались права всех и каждого соответственно государство такое должно обеспечить соблюдение прав и свобод граждан и это главная цель существования такого государства правовое государство также неразрывного связанные ответ на вопрос который мы до этого и вы меня роман поправили добавили здесь речь идет о том что должно происходить разделение властей при этом во главе ценности это все-таки развитие личности защитой прав человека как его имущественных так и не имущественных прав и в том числе взаимная ответственность государства перед гражданином и перед государством и другими гражданами юридические пилиции здесь речь идет когда заходит о правом государстве это противопоставление правому беспределу произволу то есть опять же вспоминая исторические моменты несмотря на то что в законах советского союза было написано о каких-то действительно справедливых обоснованных вещах гарантировались права граждан но при этом они на практике практически не реализовывались то есть правое государство это когда и на бумаге и на практике это все-таки используется правое государство нас в конституции так и записано что россия является декабль демократическим правовым государством при этом это скорее на данном этапе можно назвать целью поскольку в правом государстве принимаются законы которые способствуют достижение этой цели а построение правого государства это длительный процесс который занимает долгое время и сейчас когда я учился нам говорили что мы живем во времена таких великих перемен и со временем все наладится вот уже прошло 20 лет с момента выпуска с юрпака и получается что до сих пор не все наладилось но надежда не теряется что все таки все произойдет и пена уйдет и будет соответственно все хорошо право будет соблюдаться и будет ограничиваться только в исключительных случаях правое государство подразумевает верховенство права подразумевает собой соблюдение прав и свобод граждан и разделение области например на современной какой-то такое у нас вологодской области правительство вологодской области осенью ограничила право на получение первичной медицинской помощи для тех кого не было привитки от ковида но поскольку право граждан гарантировано конституции на получение медицинской помощи то правительство вологодской области не могло ограничивать конституционное право своим постановлением по этому поводу было принято было направлено жалоба в прокуратуру но не прокуратура не суды до конца так и не ответили по существу на эту жалобу все так затянулось что меры антиковидные посты были отменены и правительство вологодской области в принципе отступило от идеи то чтобы граждан по-настоящему ограничить медицинской помощи потому что они наверное с задним умом поняли что все таки это не отвечает тем же признакам права государства то есть нельзя лишать человека его неотъемлемых прав потому что иначе это не правовое государство когда человек под видом заботы о здоровье лишает его право на медицинскую помощь и лишает его частной собственности лишают его право на жизнь и так далее и так далее и неотъемлемые права которые должны в правом государства соблюдаться роман я вам вас передаю хорошо спасибо с положительным или с отрицательных давайте с отрицательных хорошо ну первое это опять затянутость там идея такая видно что у вас широкий бэкграунд на интеллектуальный бэкграунд и вы идете как лесник по лесу видите гриб раз так взяли его в лукошко потом увидели еще где-то и опять в лукошко и у вас такая вот вот что насобирали на вопрос по ходу же ответа то и как бы наложили в лукошко это конечно ну как бы не дает возможность поставить вам ноль но не дает возможность уличить вас структурности то есть что вы структурный ответ одно вытекает из другого все четко переходит и это это первое замечание второе замечание это ваше обращение в политику то есть одно дело вот здесь на стриме до какие-то и политические элементы а другое дело когда в нашем юридическом дискурсе мы поле понятно что этот вопрос очень близко к политике ну там он просто провоцирует на это но в данном случае мы должны там отложить это политическую раньше было плохо сейчас хорошо или раньше было плохо сейчас еще хуже и так далее это лучше убрать из ответов на по юридическим дисциплинам вот так я вижу ну а положительные это ссылка на конституцию ну опять же на на источник в это ваша черта положительная и вы четко выделили все три элемента то есть три элемента правого государства было вы ну как бы ну как четко я их вы если вы их два раза повторили но опять же слушателю это сложно это надо делать отбивки искать первый элемент пауза второй элемент пауза третий элемент пауза и тогда будет полное впечатление что вы вот все это проговорили какой тут цимис этого вопроса про правое государство общая характеристика основные элементы то то есть все что стоит после запятой это уточнение основного вопроса то есть это просто уточнение то есть ключ у нас правое государство а там мы уточняем общая характеристика это вот самое такое самое такое общее вы начали об этом говорить что раньше было плохо и потом хорошо вот ну надо почетче дело в том что правое государство это юридическая конструкция и она является синоним хорошего государства то есть юристы в девятнадцатом в двадцатом веке изобрели такую штуку что если все делать по праву то будет все хорошо и правое государство оно это конечно оксюморон это словосочетание потому что любое государство в прямом смысле является правовым например фашистская германия была архиправовым государством там все нормы права соблюдались и до от и до но мы сейчас вкладываем в двадцатом веке стали вкладывать в это понятие хорошее государство есть правое государство это идеал какое-то идеальное государство это вот ну мир которого нет ну мир которому мы стремимся и вы правильно говорили про конституцию конституция она дала нам просто ориентиры к этому вот я бы с так с общего начал то есть определение что это фикция но эта цель которому мы которой мы стремимся и дальше а что какие признаки этой цели и вы четко их проговорили в данном случае это примат прав и свобод человека и гражданина когда человек становится субъектом человек ценность человека как такового они только общины и правящие элиты и так далее это у нас верховенство права вы подтянули правильно вопрос приду предыдущего да то есть суверен не имеет права менять право по своему усмотрению то есть право fiat юстиция это parent mundus пусть рухнет мир ну да здравствует право то есть это выше всего нет ничего в правом государстве вот такой бы был мой ответ и я предлагаю сделать небольшую отбивку паузу мы сейчас перейдем к технической части ну ко второй части во второй части стрима мы с николаем а мы сегодня вдвоем с николаем в на этом стриме есть его канал к на этом канале есть записи наших прошлых стримов которые навсегда останутся это гражданский процесс не иногда до сих пор приходит комментарии там спасибо спасибо вот ну что николай увидите он умеет разговаривать а когда дело дойдет до практики это чуть ниже к практическим вопросам вот мы поменяемся местами он начнет меня учить словно говоря и я готов ответить на ваши вопросы м которые сейчас и николай тоже если увидит свой чат тоже может если есть вопросы ответить верховенство права захотели установить после международного преступления непонятно артур ваш вопрос николай вам понятно этот вопрос верховенство права захотели от не вопрос это какой-то сведение какой-то суровые законы на россии это один анти демократические законы так но это люди в политику пошли сколько получают судьи вот николай вопрос сколько получается что судьи неплох получают а зарплата мировые судьи получают меньше всего но это не касается москвы и москве получается собянин доплачивает поскольку это судьи субъектов также соответственно судьи которые мировые например в вологде и в волгограде я думаю они приблизительно одинаковые деньги получают это тысяч 50 рублей в месяц городские судьи с учетом всех надбавок если посчитать все за 12 месяцев и разделить на 12 но за год то где-то 100 тысяч рублей с учетом всех оба арбитражные судьи где-то 1150 получает арбитражные судьи они получили статус областного судьи потому что арбитражные судьи например вологодской области вологоградской области также я думаю и судьи областного суда получают где-то 150 тысяч рублей председатели они больше получают например 250 тысяч рублей вы можете посмотреть это не закрытая информация это в рамках противодействия коррупции на сайтах судов раскрытая информация о доходах самих судей и их членов семьи ну судя потому что у них всегда на парковке стоят недорогие автомобили они на самом деле столько и получают в принципе очень показательно они любят скромность то есть это я правильно понимаю что от 50 тысяч мировые судьи да от 50 тысяч и дальше уже в зависимости от уровня судебной власти и николай задает вопрос разделение ветвей власти на три это обязательно условия правого государства или это не закрепно нигде и деление может быть любым николай но это пошло с американской с американской правовой традиции там вот есть идея разделения властей и туда же такая идея как система сдержек и противовесов потому что это один из признаков самого разделения властей три это достаточно давно было выделено еще платоном аристотелем на три части уже было поделено монтескио конечно более но уже в новое время это разделил это обязательно идея такая власть нельзя концентрировать в одних руках если власть концентрирована в одних руках не будем пальцем показывать то наступает диктатура и право начинает рушиться экономика начинает рушиться и было изобретено вот такая такая вещь очень давно это вот что власть разделить на три чтобы вот можно было ну как бы сделать так чтобы не было концентрации и затем еще сделать так чтобы они друг за дружкой наблюдали это называется система сдержек и противовесов чтобы они контролировали одноодную и если такое происходит то государство процветает нет оно рано или поздно почит в боди ну так считается и практика показывает что так и есть ну вспомните фашистскую Германию там один человек концентрировал в своих руках всю власть и чем это закончилось хотя с другой стороны есть Северная Корея и там никак не вроде тоже работает но хотите ли вы Северную Корею я не знаю я даже не знаю может дочь хочет или она хочет по-моему в Южную в Северную по-моему никто не хочет все достаточно и мы переходим ко второй части напоминаю что вторая часть такая я разработал технологию как отвечать на любой вопрос вот прям вот ну бывает такое посмотрите вы вообще не подготовились и вас вам пы-бых и перед вами вопрос и что делать вообще что делать а ничего страшного дело в том что у вас есть уже какие-то знания что-то уже есть по-любому готовились вы не готовились по крайней мере вы знаете русский язык если вы пришли сдавать и если есть вы включите вот эту технологию то вы сможете ответить на любой вопрос и мы сейчас с Николаем Николай Шалаевский это практикующий юрист который с которым мы ведем этот проект который называется готовимся подготавливаемся к судье вместе мы будем готовиться на получение статус судьи чтобы получать 50 тысяч рублей в месяц ходить с пакетами домой с этими делами я не знаю как можно за 50 тысяч ходить с пакетами домой с делами но я им соболезную конечно я понимаю что еще вот это давление прессинг на них огромный вот это унижение я прям не знаю как вот эта иллюстрация это будет еще очень жестко мне кажется нельзя так будет ну посмотрим итак техника такая я объясняю и вам и Николаю Николаю я не объяснял специально сейчас объясню итак первый этап первый этап называется контекст перед тем как вы начинаете читать вопрос или сразу же после его чтения надо понять контекст этого вопроса то есть в чем он погружен где он находится где его место в данном вопросе ну в данном перечне вроде прикольно написано видите там прям уже разбито называется по теории права ну правда сразу ложь мы видим потому что первые же два вопроса по теории государства ну хоть как какая какой-то ориентир есть хоть какой-то но не верьте на слово и надо каждый раз выяснять потому что может быть обман и так да и чем вы уже сузите ту сферу в контексте которой находится вопрос тем легче вам будет на него отвечать ну давайте прям с Николаем и пойдем Николай первый вопрос верховенство права и правое государство это из какой сферы вопрос получается из-за теории государства и права а конкретней и сусужаем сусти пожалуйста за меня потому что не знаю ну вот знаете называется теория государства и права здесь о праве или о государстве речь о праве и о государстве ну получается про государство если мы говорим правовое государство во верховенство права значит правовое государство где здесь подлежащее и где сказуемое подлежащее это главное а сказуемое это свойство этого главного государство главное значит это вопрос о чем о государстве это из раздела теории государства но тут еще есть одна отрасль которая сюда подтягивается автоматически какая Какая отрасль права занимается вопросами государства? На практике прям. Отрасль права. Угу. Ну где записано, что у нас право государства? Вы же цитировали мне. Конституционное право. Да. То есть надо в уме держать эту теорию государства и право. Это из теории и из правого государства, фу, из конституционного права. Все. Вот это надо первое, что сделать, определить, где мы будем искать. Ни гражданское право, там нифига нет ничего по этому поводу. Ни даже в наследственном, ни в административном. Это конституционное право и теории государства, целый такой раздел. Право и государство, общая характеристика, основные элементы. В данном случае это из этой же серии. То есть это государство и конституционное право. Тут вопросов нет. Источники и формы российского права. Это откуда? Николай. Это история государства и права. И также, соответственно, теория государства. Какая история? А где здесь история? Источники? Да. У нас есть источники, которые до сих пор с советских времен действуют. Но здесь не история права. Здесь теория государства и права. Потому что здесь четко в теории права есть такой раздел, как источники и формы российского права. Там нет никаких источников. Никакого исторического контекста. То есть это вопрос не об истории, а о современности. То есть нельзя ничего про источник, про русскую правду, здесь нет смысла никакого говорить. и про соборные уложения. Николай, понятно? Николай, не слышно у вас что-то с микрофоном. Слышно? Угу. Еще раз повторите. Значит, в данном случае это чистой воды теория права. В теории права есть раздел, который так прямо называется. Источники и формы. Никаких исторических контекстов там нет. Давайте следующее. Источники и формы международного права, реализующегося в России. Пошли дальше по списку, да? Да, да, да. Сейчас просто мы пройдемся, а потом будем пройти все глубже и глубже и глубже. Сейчас первый срез. Мы делаем контексты. Это из какой сферы? Источники и формы международного права. Это международное публичное право. Есть. И еще одна отрасль. Еще две. Конституционное право. И еще одна. Так. Ну и, наверное, получается международное частное право. Нет. Там частного нет и не пахнет частным. Источники. Это где у нас про источники? Источники, опять же, в теории права. Итак, теория международная публичная и конституционная. В этих трех средах и находится ответ на этот вопрос. Взаимосвязь, взаимовлияние и соотношение международного и национального права. Опять же, конституционное право, международное и публичное право. И опять же, теория права. Ну, теории я даже не вижу здесь. Теории какой-то. Вот чистый вопрос международного и чуть-чуть национального права. Это когда мы будем о 38 статье Конституции говорить о взаимодействии международного и национального права. Вот две. Теории я здесь не вижу. Ничего нет. Так. Шестое. Сущность и функции принципов национального и международного права. Какие отрасли? Так. В данном случае, опять же, все международное право речь идет. Публичное. Теория права. Угу. Теория это принцип. Когда есть слово принцип, это точно теория. Угу. Так. Опять же, наверное, Конституция, поскольку тут про международное право, в основном в Конституции есть в Конституционном праве. Ну да. Да. Ну, хотя принципы в Конституции не прописаны. Ну, можно что-то поискать. Ну, конечно, в основном мы на теорию и на International Law рассмотрим. Согласен. Седьмое. Правовое и индивидуальное регулирование правоотношений. Здесь теория права. Чистой воды и больше ничего. Это только теория. Все. Там... В каком разделе теории? Какой вопрос будет? Слушайте, 20 лет прошло, я уже не помню разделу теории. 25. Ну, а у меня еще больше, вы прям гордитесь 25. Я еще раньше учил. Правоотношения. Раздел правоотношения. Правоотношения. Так, пробелы в праве. Это из какой сферы? Теория права. Да, это железная. Это юридическая техника, так называемая, подраздел. Пробелы. Там это в источниках есть чуть-чуть, есть у нас в толковании чуть-чуть по этому поводу. Там надо собирать с многих вещей. Следующее преодоление. Девятое. Преодоление и установление пробелов в российском праве. Опять же, там отсылаемся к теории права. Ну и, собственно говоря, есть в материальном праве такое, гражданское право. Там упоминается, как можно преодолевать в профессуальном праве. Ну, можно подтянуть, но это все-таки чистый надо действительно от теории. Потому что там тут два вопроса. Преодоление – это законодательный процесс, а устранение – это право применения. Там вот из двух разделов в теории. Можно, конечно, подтянуть для иллюстрации и отраслевые. Но вот в теории здесь основное. Коллизии в российском праве. Понятия и виды. Опять же, теория права. В данном случае это право применения. Это явно. В ходе права применения появляются коллизии, которые необходимо устранить. Но может чуть-чуть источники права. Потому что источники права и их иерархия помогают устранять коллизии. Одиннадцатое – преодоление и устранение… А, вот это есть, да? Все, коллизий хватит. Господи, как они любят эти пробелы и коллизии. Причем в учебниках с Гулькин Нос нам про это написано. Мы разберемся с вами. Двенадцатое – природа и назначение судебной власти в современном государстве. В данном случае, опять же, теория государства. Ну и также пенсионное право. Согласен. Согласен. И тут, конечно, сразу видно, что судья писал. Потому что очень любит суд. Вот. И он хочет. Но очень… Что-то экзамен на судью. Ну да, но сложный вопрос. Ну видно, что судьи приложили ладошку к написанию. Вот следующий меня прям вообще убивает. Тринадцатый. Не зря он тринадцатый. Природа позиций судов. Это какая отрасль, Николай? Здесь, наверное, все-таки процессуальные какие-то, да, у нас? Уголовный процесс. Я думаю, да. Я думаю, что… Ну и конституционный процесс может нам… Сронный, да. Да, да, да. То есть тут теории вообще. Потому что в теории такого нет вопроса. Природа позиций судов. Видно, он озадачился природой. Как у них возникают позиции, думает разработчик. И думает, надо же спросить. Какая там у нас природа наших позиций? И какие они бывают? Ну, кстати, можно на него ответить. Вот у нас на одном из этапов. И там есть такая техника, как отвечать на такие дурацкие вопросы. Причем стопроцентные. Чуть позже. Сегодня мы, я напоминаю, что мы делаем такую технику ответа на любые вопросы. И для того, чтобы ответить на любой вопрос, нужно понять, в каком контексте он находится. В данном случае это какая отрасль права. Потому что то, что написано по теории государства и права, это еще не означает, что оно по теории государства и права. Надо четко определиться. Там бывает на стыке. Несколько отраслей. Вот Николай это выявляет. Вот у нас в публичном режиме. 14. Толкование права. Какая? Теория права. Да, тут прям вообще чистой воды. Видно, что сами судьи знают, что сложные вопросы поставили. Пусть будет толкование, пусть мучаются. Хотя хороший вопрос. Конкретизация права. То же самое. Теория права. Причем в теории права такого термина нет вообще. Это их придумка. Но явно мы системное толкование производим. Я думаю, это от толкования идет. То есть конкретизация, это значит интерпретация. То есть пояснение. И, наверное, тоже там придется подтягивать процессуальные всякие отрасли. При ответе. Потому что чистой теории вы не найдете. Они в этом днем учебнике, чтобы написано было и природа позиций судов, и конкретизация права вообще. Ну, может, Диссер кто-то защитил из судей. Ну, я сомневаюсь. Может, эти вопросы даны для того, чтобы экзамен подзывались к кандидатам? Нет, я не думаю. Кому достанется. Как вот на 15 минут рассказывать конкретизацию права? Ой, у нас столько вопросов. Так, у нас по времени, да. Нет, я не думаю, что они такие злые. Они просто... Я могу сказать, как я писал. Видно, что это писал человек, который хотел утвердиться, что вот я могу вот так. То есть он не хотел никого там завалить, но он хотел сделать загадку. И вот он там творил эти загадки. Вот для него, например, вопрос толкования права сложен, и он его вставил. То есть понятно, что... Я не думаю, что он хотел там кого-то завалить, но испытать. Это же испытание. По-украински это называется испыты. Экзамены. Это испытание. Так. Следующее. Сущность и дифференциация толкования и конкретизация права. То есть получается отличие толкования от конкретизации. Хотя в предыдущем мы практически пришли к тому, что это все-таки через толкование конкретизация, да, расшифровывая? Да. Ну, сущность и дифференциация толкования, это они перевели на свой какой-то язык. Есть классические в теории государства и права термины. Это называется виды и способы толкования. Вот. Они вот там использовали красивое иностранное слово дифференциация. Ничего страшного. Тут разберемся. Следующее. Правовые акты, природа и виды. Это теория права. А какой раздел? Нормотворчество. Ну, источники права. Это нормотворчество один из видов. Ну, более широко это источники права. Прям очень хороший вопрос. Мне попался бы. Да, я при подготовке к этому стриму смотрел ваш стрим. Трехлетней давности про источники права. В скобочках форма. Николай, вы это не поверите, но я когда иногда готовлюсь к стриму, сам смотрю свои стримы. Потому что набираю в ютубе, смотрю там, о, я уже про это говорил. И посмотрю. И ничего. И не стесняюсь. Раз другого нет. Вообще раз такое заходит, но что сделать. Следующее. Закон как вид правового акта. Дветочие. Понятие. Основные характеристики применения судами. Возможность судебной проверки действующего закона. Это что? Теория права получается. И? Процессуальное, опять же. Нет. Конституционное право. Возможность проверки действующего закона. Это имеется ввиду конституционная процедура конституционного суда, проверку на законность. Ну, можно там процесс, конституционный процесс подтянуть. Хорошо. Правовые договоры. Теория права. Международное, публичное право. Ну, тут очень сложный термин. Ну, конечно, зря они такое использовали. Тут можно запутаться. Ну, да. Просто договор и гражданское право. Нет. Наверное, да. Я думаю, что... Но, опять же, не используют слово правовый договор. Международные договоры. Что это за правовые договоры? Скорее всего, синоним международные. Если международные, то понятно. А так надо выявлять. Вот я бы здесь автором вопроса задал вопрос. Что это за правовые договоры? Что бывают договоры не правовые? То есть, если международные... Тогда уже незаключенные, недействительные. Ну, да. Ну, наверное, международные... Ну, в контексте вроде бы... А, знаете, есть договоры правового характера в теории государства и права. может быть из этого ну например всякие типа уставы ну корпоративные акты вот вот да точно да тогда наверно вот из этого это значит источники права один из видов источников права да вот и дальше идет до подтверждает то что 20 вопрос обычаи права это что у нас источник права источник теория права 12 система права российской федерации основные элементы и характеристики где слова права везде будет теория права уже принцип понятия ну да система права есть отлично нормы права понятия структуры и виды применения норм права особенность применения относительно определенных норм права теория права ключевые слова видим права и какой раздел теории права источники нет нормы права нормы 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 другую чуть-чуть другую сторону и действие российского права во времени получается теория права и самих плане закона упоминается про то что закон обратной силы не имеет на будущее с уголовной ответственности например это связано если улучшает будет все новый состав уголовного преступления то предыдущие эпизоды не распространяется это источник это источник права и такой раздел как правотворчество момент вступления закон нормативно-правых актов силу и момент их прекращения и туда же прос пикет нон рейс пикет на что закон смотрит вперед не смотрит назад обратная сила обратное действие нормативного акта это все все с туда же до этого источник ближе к источник но вот вроде бы все я напоминаю что у нас сегодня стрима у нас сегодня с николаем шилаевским на двух наших каналах николай это практикующий юрист но сегодня он просто практикующий отдыхающий юрист но вроде звуку нормально стал более-менее вот отдыхающие как раз другие перестали шуметь поэтому надо их надо меньше стало шума вот и у нас вот этот проект проект подготовки есть повод формальный это подготовка к экзамену на статус судьи и мы берем прям вопросы и по ним готовимся вот 60 минут и нам с николаем было бы интересно ваша обратная связь то есть интересный такой формат или не очень интересный потому что мы ресурсы видите николай отдыхает и тут раз выгоняет всех отдыхающих и начинает вспоминать чертову теорию государства права которую он уже и во сне она перестала снится а тут надо опять ее подымать если мы просим оставлять комментарии если у вас есть интерес и если есть интерес говорить чтобы вы хотели что поправить что может быть изменить две части у нас сначала мы разбираем несколько вопросов по теории государства права такие основательно николай отвечает а я потом даю ему обратную связь как эксперт условно говоря экзаменатор то есть как бы чтобы поправить что оставить хорошо и потом я умею специальной технологии как бы готовиться к любому испытанию первое мы сегодня с николаем прогнали по николай уловил идею идея контекстов то есть каждый раз понять вообще откуда этот вопрос берется вот откуда он взят что потом и найти там легче было и потом ответить на него и николай ваша обратная связь и чуть-чуть вопросов мы ну я почитаю вопросы я предлагаю помимо того что вопросы такие рассматривать еще также поднять сколько судья он не только отвечает на вопрос он еще должен несколько задач решить если у зрителей наших есть задачи которые перед судьями общей юрисдикции ставят на экзаменах то просим в комментариях прислать нам задач причем в разных регионах это могут быть разные задачи вологодской области одни вологодской другие и было бы интересно их все порешать также нам потребуется изучить с романом практику верховного суда ленума для того чтобы хорошо плюсики дополнить дополнить к ответам да со ссылкой на практику верховного суда это усилило бы качество ответа то есть чтобы не на тройку сдавать экзамен на судью все-таки четверку пятерку ориентироваться спасибо роман за обратную связь я чувствую себя таким студентом сейчас двоечником троечником но я помню по нашим стримам предыдущим я тоже начинал так за упокои вроде закончили мы достаточно бодро с вами все понравилось спасибо за вот эту критику я не могу пообещать что я сразу смогу исправиться потому что нужно просто откуда-то из подсознания доставать вот это знание вот такие и отдыха и и стыки рабочих моментов я на удаленке сейчас отпуске но при этом все время связи своим офисом своими клиентами и урыв приходится готовиться поэтому может быть качество моего выступления желает лучшего но как правильно роман сказал когда дойдет до практики я буду поверстывать тоже под теорию и мы может быть за кадром обсудим еще какие-то как улучшить наш стрим если есть пожелание тоже высказывать постараемся сделать лучше чтобы вы смотрели нас от первого до последнего сезона по результату я подам документ и посмотрим как это выстрелит такой челлендж челлендж будет у нас я предлагаю вообще сделать знаете какой режим вот просто не готовится вот то что есть попытаться у меня такая идея что достаточно того тех знаний которые есть их надо просто систематизировать то есть не надо готовиться мы просто будем вот так вот по моей технике прогоняться и все какой такой light режим давайте несколько на вопросов несколько ответим сенечка говорит такой кейс если к судье придут ответчика истец истец плохо знает свои права но считает что его права нарушены и чувствует себя обиженным ответчик с опытным адвокатом как должен вести себя судья помогать истцу тут не имеет права никого консультировать как-то помогать он может помогать только в том случае если сторона сама предприняла усилия поскольку не смогла собрать какие-то доказательства и представляет этому подтверждение суд а когда оказывается действие сбора доказательств опять же по ходу по ходатайству этой стороны то есть там нужно проактивно себя вести если правда на вашей стороне но вы плохо своими правами пользуетесь то соответственно вы проиграете дело я поэтому всем рекомендую обращаться к юристам как потому что они и когда идут суд они попадают такой не очень дружественную атмосферу потому что там все юристы а вы не юрист и соответственно как я сейчас начале стрима совершенно пропускал годы свои ворота неправильно отвечает точно также преподаватели хочет услышать от студента первое второе третье судья точно также ждет от юриста что он юридически значимые обстоятельства будет доказывать не просто воду а граждане не понимать что имеет значение для того чтобы доказать что не имеет значения судья сразу чувствует то плавает вопросе и и скучно то останавливаться спасибо николаю у нас время уже подходит я согласен с николаем единственное что вроде бы но последние пленумы были и разъяснения верховного суда вроде суды российские разворачиваются в другую парадигму если другая парадигма что суд обязан выискивать истину то есть что суд обязан помогать стороне если она некомпетентна в чем то то есть суд не взвешивает просто закрытыми глазами а еще сам участвует вроде бы я читал несколько статей по этому поводу наших юридических и там вот говорится что вроде бы мы постепенно переходим на эту парадигму но это вот только так а таксу говорит николай сейчас это это факт и де юра и де факто и последний комментарий критикам николая николай говорит формат интересный но есть небольшая критика не нужно ли присутствие судьи на этом стриме николай во первых судьи здесь скорее всего есть выход потому что они тоже ходят ходить на стримы а судьи очень закрытая карпа но им их там шугают по любому поводу и они очень закрыты они даже насколько я знаю провинциальные судьи в контакт по ночам выходят вот но эта шутка почти вот они у ну их вытащить очень тяжело куда-либо кроме на государственных экзаменах государства экзамен еще ходит а так нет ну все николай мы завершаем сегодняшний стрим и я думаю качество звука я очень боялся за качество звука у меня сначала было но потом вроде бы все хорошо и следующий раз если у нас не майские да там не праздники но посмотрим вот так мы ориентировочно на каждую среду мы будем 5-6 занятий проводить по теорию государства и права на подготовку судей на получение статуса суди к экзамену всем спасибо до свидания до свидания